Приветствую вас, понимаете, мне кажется вам, что для начала надо прояснить, что именно вы вообще хотите от нас. А вот вы пишите, что значит к нам в отдел зашел бывший начаток. Зачем зашел, для чего зашел, да? Я в предыдустве коллег после его ухода очень хорошо о нем отзывал. Для чего? Почему вы о нем хорошо отзывали? Ну то есть понятно, что он вам симпатичен, как коллега, да? Это понятно. Понятно, что он вызывает у вас симпатию, это ясно. Но для чего вы хорошо о нем отзывали? То есть почему вы это делали? Если вы, допустим, как-то ему симпатизируете, то это одно. Вот, если вы чувствуете какую-то бобретность в том, чтобы, например, ну, о нем хорошо отзываться. Это другое. Вот. Короче говоря, для чего вы это делали? Значит, дальше вы перечисляете, собственно говоря, то что он, по вашему мнению, хорошо делал. не делал замечаний, да, не орал на вас и так далее, вот, насколько вас это волнует, насколько вы негативно воспринимаете, ну вот, что-что, когда на вас там, грубо говоря, орут, да, вот, насколько вы негативно воспринимаете, например, замечание, твой адрес, почему вы или считаете ли вы, что замечание вам, ну, допустим, делать не нужно, вот, то есть тут вот это все нужно выяснить, или вы болезненно реагируете на замечание, твой адрес, или может быть как-то что-то еще, вот, дальше, в соседней комнате сидела нынешняя начальница и наверняка она все слышала, а знали ли вы о том, что она все слышала, если знали, то как вы тогда, ну, сами себе объясните, вот, тот факт, что вы так себя вели, если знали, что она там сидит, если вы не знали, то в этом ничего страшного нет, вот, вы говорите, что начальница мстительна, ну, вы говорите, что она мстительна, но опять же, чем она может вам отомстить, что она может вам сделать плохого, ничего, только если вы не будете нарушать регламент по работе, вы имеете правило высказать то, что думаете по поводу того или иного начальника, если ее это задевает, то это проблема исключительно этого человека, не более того, вот. Так что, мне кажется, что вы слишком много уделяете, скажем так, внимания, слишком много уделяете внимания рабочим моментам, то есть у вас и начальник хороший, вы его хвалите, вот, у вас и другая начальница, начальница мстительна, вы ее, ну, опасаетесь, боитесь, там, и так далее, вот. То есть тут, конечно, ну, должны быть свои причины, как мне кажется, должны быть свои основания для того, чтобы вы так себя вели, вот. Но вам все же нужно, на мой взгляд, отправиться, ну, вот, к работе, скажем так, более соответствующей, что ли, более адекватной, потому что работа это, ну, всего лишь работа и не более того, вот. Если у вас по какой-то причине, по какой-то причине не складываются отношения с начальством, да, то это можно и нужно разбирать, вот. Если вы придаёте слишком много значения, работа своей, вот, это тоже можно и нужно разбирать, вот. Непонятно, чего вы хотите, то есть вы спрашиваете, что делать, а, что делать, чтобы что, что делать, чтобы что, анонимно, остановить от ваших желаний, понимаете. То есть если вы хотите одного, да, то есть если вы хотите, например, чтобы, ну, ваши отношения с начальством были хорошие, то вам нужно показать начальнике, что вы её тоже цените, то есть как бы невначай, да, сказать, что вот, а вот там Светлана Григорьевна, например, она вот такая-то, 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 то есть справедливая, там, да, строгая, но справедливая, там, вот, и так далее. То есть, если уж так, если вы, ну, если вы прям, ну, боитесь, что вас как-то уволят, да, или там что-то ещё сделают, вот. Если, например, вы болезненно реагируете на замечания, то это скорее вопрос к вам, почему вы болезненно реагируете на замечания, из-за чего вы болезненно реагируете на замечания, то есть насколько, ну, насколько болезнен вы воспринимаете критику в свой адрес. Вот. Вот это все, вот это все нужно обязательно исследовать, если вы, если вы хотите, чтобы вас это больше не беспокоило. Ну, вот это вся история. А иначе вы так и будете переходить от одного начальника к другому и, по сути, ваша жизнь, она будет именно такой. Знаете, некоторые люди, они работают исключительно только, ну, как бы бегают начальником или пытаются наладить отношения. Вот. Вообще, считается, что отношение с начальниками, это отношение с родителями. Вот. Так, если у вас не ладится отношение с начальником или, там, допустим, с одним начальником все хорошо, а с другим, соответственно, не очень. Вот. Что ж, значит, у вас все были какие-то проблемы в взаимоотношениях, значит, с родителем. Вот. Ну, это можно разобрать, это можно поисследовать, поизучать, посмотреть, может быть, вы по привычке реагируете как-то вот на начальников, так как вы реагируете на своих родителей или могли реагировать на своих родителей. То есть, в любом случае, это вот можно и нужно корректировать. Если, конечно, у вас есть желание. Вот. Ну, таким образом, я надеюсь, вы поняли основную мою мысль, которая заключается в том, что, скорее всего, то, что происходит у вас вот сейчас, на данный момент, в ваших, ну, в вашей ситуации не является чем-то новым и необычным. Вот. Скорее всего, это уже, ну, было, было. Скорее всего, такая история уже, так или иначе, повторялась. Ну, по той или иной причине. Вот. Старайтесь посмотреть на эту ситуацию несколько глубже, несколько более внимательно. Вот. Чтобы увидеть для себя именно причины того, что происходит. Вот. Не разбирать, да, постоянно следствия вот этих вот, ну, проблем, которым, которыми вы сталкиваетесь. Не разбирать постоянно, а не сталкиваться постоянно, постоянно с последствиями, а именно работать с причинами. Вот. А может быть, у вас есть, ну, какая-то выгода. Вот, может быть, вы получаете что-то для себя благодаря. Благодаря этой истории. Благодаря этому аспекту. Вот. Ну, это... Если честно, если честно, мне не кажется, не кажется, что вы будете что-то менять, если честно, не готовы, мне кажется, что вы не готовы что-либо менять, потому что, ну, слишком неопределенный вопрос вендерный. Вот. И я думаю, что вряд ли вы готовы прям вот, ну, что-то делать. Прям вот конкретно. Поэтому... Смотрите, сами я вас ничему не призываю, да, но... Просто обратите внимание на то, что, если вы не разберетесь с этой ситуацией, не увидите причины, по которым она появилась, то ситуация будет стараться снова, снова, снова и снова. И... По-другому не будет. То есть ничего не изменится у вас. Вот. По сути, дело. Надеюсь, что этот момент вы поняли. Вот, по сути, есть два выбора. Ну, два решения. Первое решение — это не поддаваться, не попадаться, точнее, на, значит, замечания правомерные, да, то есть сделать всё в рамках своей работы, в рамках своих обязательств. Может быть, может быть, даже обновить свои обязанности, ну, то есть более, скажем так, пристально за ним следить, то есть следить, выполняет ли вы свои обязанности или нет. А, вот. А, такой вариант есть. Либо есть вариант просто восполнить баланс и рассказать о начальнице вашей, ну, тоже что-то хорошее. Хотя эта проблема, эта проблема вашей, именно вашей проблемой это не решит, конечно. Ну, это как, как, вот, как вариант. Вот. Если такая история-сторая постарается, то обязательно нужно с этим работать. На этом всё, в принципе. Я думаю, что вы сделаете для себя какие-то выводы, вот, исходя из того, что я сказал. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация с начальником, она разрешится, и вы всё-таки получите то, что хотите. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...